Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Предыстория. Мой первый психотерапевт был психиатром. КПТ. Мне просто хотелось с ним познакомиться, а я записалась к нему в качестве пациента. Со временем его работы со мной мне становилось всё хуже. Я начала планировать самоубийство на 26 мая. Он просто смеялся на последнем сеансе. Я сказал, что это последний раз, и он мне просто разрешил покончить с собой. Но когда я это сделал неудачно, он внезапно на меня обиделся и сказал, что не будет месяц со мной разговаривать, потому что такие правила. Мой второй психотерапевт был клиническим психологом. Схемотерапия, с которым всё закончилось ещё хуже. Я написал, а про Лазепама прямо во время консультации. К сожалению, мне не хватило в тот раз, чтобы не проснуться. Тоже обиделся, предстал какое-то время со мной разговаривать, уже без объяснений. Но тоже месяц. Я хакнул эту систему наказания и обратился к другому психологу. Гестарк. Тот об этом правильно ничего не слышал. Вопрос. Что за конкретное, что за секретное правило? Такое, когда надо в самый тяжёлый период, обязательно бросить клиентов. Самое тяжёлое, что самое тяжёлое, это не перед самоубийством, то есть ещё один последний выход. Самое тяжёлое, это когда просыпаешься и понимаешь, что ничего не получилось. В это время суицид уже даже не нужен, организм сам умирает. Это время, когда больше всего нужна поддержка. Именно в это время, обязательно правило запрещает помогать. Притом, что каждый мне сказал, что если не сможет помочь, то будет обязан найти для меня замену. Правило такое. Но когда я угадывал, спросил их, где замена, оказывается, правило не утверждённое и выполнять его необязательно. То есть можно спокойно довести клиента до смерти и нести за это никакой ответственности. Удобно, когда правило работает только в одну сторону. Почему в профессии, подразумевающую помощь, по сути, занимается откровенным садизмом? И так, у вас здесь получается два вопроса. Во-первых, мне хочется сказать, что в целом вашего текста веет такой сильной обидой. Я бы даже сказал агрессии, но это, естественно, не обвинение, а констатация факта. И я думаю, что вы уже пришли к первому и к второму психологу, вы пришли уже, находясь в этих чувствах. Потому что, вообще-то говоря, самоубийство это, ну, из-за дальней мысли. Это, в общем и целом, агрессия, да, злость, направленная на себя самого. Это такая деструктивная последняя мера. Вот. При том, что в этом, создаешь состояние в этой, если угодно, с тенденцией присутствует много стыда. В общем-то, на мой взгляд, от ощущения стыда, большинство людей и хотят сбежать. Ну, да ладно, это, в данном случае, детали. И вот, вы, пребывая в этих чувствах, в общем-то, вероятно, стараетесь как-то с ними обратиться. Но, пребывая в этих чувствах, вы, вероятно, пытаетесь что-то с ними сделать. Вот. Ну, понятно, что проблема кроется не только в этом, но, на мой взгляд, это важнее ее часть. То есть, понимание общей картины, на мой взгляд, было бы неполным без того, с какими чувствами, в каком состоянии вы, собственно говоря, обратились к своему первому психотерапевту. Да, психиатр — это не психотерапевт, как бы психиатр — это в первую очередь врач, который выписывает препарат. Вот. Может ли психиатр ввести психотерапевтическую практику? Может, но там есть определенная специфика. Вы пишите. Мой первый психиатр был, мой первый психотерапевт был психиатром КПТ, когнитивно-поведенческой терапии. Мне просто хотелось с ним познакомиться, и я записался с ним в качестве пациента. Понимаете, вот сама по себе эта фраза звучит странно. То есть, вы не с проблемой какой-то, получается, к человеку пришли, а потому что вам с ним познакомиться хотелось. Ну, здесь логичный вопрос. А почему вам хотелось с ним познакомиться? Для чего? Нельзя просто взять и стать пациентом. Чтобы вы стали пациентом, у вас должен быть диагноз. То есть, врач должен поставить вам диагноз, назначить лечение. Вы здесь не пишите, как бы, о том, в чем конкретно вам становилось хуже. Но, вы работаете с психологом, да? Ну, в данном случае, вот, с психиатром. Он становится хуже. И что здесь? Здесь про то, что вы на что-то надеетесь? Забирают на то, что вот сейчас будет хуже, а потом станет лучше? Так бывает, что, действительно, процесс работы может становиться хуже. Но это не постоянный процесс. Вот. Поэтому, даже не смотря на то, что я знаю ответ на этот вопрос, я все равно хотел бы вас спросить. Вот вы пишите, со временем его работы со мной, мне становилось все хуже. Так почему же вы не вышли из процесса терапии? Если вы доверялись человеку настолько, что готовы были идти за ним, вплоть до ухудшения своего состояния, ну, это уже ваш выбор в данном случае. Можно сколько угодно говорить о том, что психолог плохой, что специалист некомпетентный и так далее. Но поставить во главу угла следование за человеком, а не свое собственное самочувствие, это только ваш выбор. Другое дело, хотите ли вы это изменить? Другое дело, хотите ли вы, чтобы было по-другому? Это уже другой вопрос. Да, да. Вы пишите. Я начала планировать самоубийство на 26 ма. Здесь нужно сказать следующее, что КПТ не подходит, на мой взгляд, для работы с суицидальными тенденциями. Для работы с суицидальными тенденциями используется кризис на псих-терапии. Именно кризис на. Вот. Дальше. Он просто смеялся. Видимо, предполагая, что вы просто демонстративно это все делаете. То есть, здесь предполагается, что ваша тенденция к, значит, суициде это демонстративность. А в туризме. Вот. Но опять же, вам может показаться, что я его образовываю. Нет, на самом деле я никого не образовываю и я не на чьей стороне. Меня интересует вот что. То, что человек смеялся прямо вытекает из вашего контекста общения, из вашего контакта с ними. Соответственно, может быть он и действительно смеялся. Но давайте рассмотрим в таком случае всю линию вашего общения. Как она протекала? Как общались не вы? Как общался с вами он? Все ли вам нравилось с его стороны изначально? Все ли устраивало его с вашей стороны? Не было ли с его стороны провокации? Не было ли с вашей стороны провокации? Это все очень важно. Потому что когда вы пишете, что он просто смеялся, вы в этом смысле как бы ищете виноватых. А психологи виноватых не ищут. И правых. Мы скорее помогаем человеку разобраться в себе. Вот. Дальше. На последнем сеансе. Я сказал вам, что на последнем сеансе он мне просто разрешил закончить с собой. Необлаго, опять же, здесь история про интерпретацию изм вашего поведения как демонстрацию. Ну, демонстративное поведение. Но когда я это сделал, неудачно он внезапно на меня обиделся и сказал, что не будет со мной мне сразу разговаривать, потому что такие правила. Про такое правило я ничего не слышал, но предполагается следующее. Дело в том, что очень часто тенденции к суициду рассматривают как попытку привлечь к себе внимание. Вот. То есть такая разновидность получается истерической модели поведения. Вот. Ну и очень похоже на то, что специалист расценил это именно так. И очень похоже, что месяц, который он не хотел с вами общаться, был взят для того, чтобы не подкрепить вашу модель поведения по получению внимания к себе после попытки суициду. Дальше. Мой второй психотерапевт был клиническим психологом. Схемотерапевт. Который-то закончился еще хуже. Я напила с ваш препарата прямо во время консультации. Ну вот опять же, здесь не совсем понятно, как бы, ну, как вы к этому пришли. То есть, ну понимаете, какая у меня в голове картинка рисуется, знаешь, что вы пришли на консультацию и начали пить этот препарат. Зачем? Для чего? Как вы к этому пришли? Контекст какой? Не ясно. К сожалению, мне не хватило дубра, чтобы не праздновать. Тоже обиделся, просто какое-то время со мной разговаривать, даже без объяснения, но тоже месяц. А что было потом-то? После месяца вы, кто начали общаться или что? Хочу подчеркнуть, что если вы начали после месяца общаться, тогда опять же, ваша ответственность, что вы решили с ними продолжать беседу. Иную работу. Если же вы не начали взаимодействовать вновь, тогда возникает момент, откуда знаете, что месяц. А так по поведению, ну по описанию вашему, ну получается то же самое. Человек воспринял это как, в общем-то, привлечение внимания. Дальше. Я хакнул эту систему наказания и обратился к другому психологу, дежитату. А вы считаете, что это система наказания? Это не случайно. Потому что, если у вас есть суицидальная тенденция, то и тема наказания для вас актуальна. Вот только вы можете видеть наказания там, где их нет. Вот вы пишите, что тот об этом правиле ничего не слышал. Ну, я тоже не слышал. Что это за секретное правило, когда надо в самый тяжелый период обязательно бросить клиента. А здесь ситуация заключается в следующем. Чтобы кого-то бросить, нужно за кого-то взять ответственность. Психолог не берет ответственности за своего клиента. Психолог помогает человеку разобраться в себе. Но ответственность остается у клиента. Психолог не берет ответственности за клиента. Это нужно понимать. Дальше. Самое тяжелое. Так, как вы описываете. Вот то, что вы описываете по поводу самого тяжелого периода, это все не психотерапевтическая ситуация. Это скорее больше ситуация для кризисных специалистов, которые работают в соответствующих центрах. Вот. Поэтому в этом состоянии вам нужно обращаться туда. Кризисный центр. Вот. Так. Там, соответственно, вы получите поддержку в этом состоянии. Дальше. Значит, потом когда-то мне сказали, что если сможет помочь, что будет обязан найти для меня замену. Правило такое. Опять же, о таком правиле я не слышал. Я не слышал. Я знаю, что я могу предложить, но не обязанность. Это не обязанность. Это право. Обязанности такой нет. Вот. Дальше. То есть можно спокойно довести клиента до смерти и нести за это никакой ответственности. Удобно, когда правила работают только в одну сторону. Я чувствую, что вы здесь злитесь очень сильно. Я бы как-то вот все-таки посмотрел в сторону того, чтобы злость эту прожить. Ну вот. Могу сказать, что здесь у вас односторонняя ответственность получается. То есть смотрите. Просто для примера. Вы записываетесь к психиатру в качестве пациента только потому, что вам просто хотелось с ним познакомиться. На мой взгляд, это безответственность ваша личная. Вы игнорируете то, что вам во время работы стало все хуже. На мой взгляд, это ваша личная безответственность. Но при этом вы взываете к ответственности психологов. Это немного, на мой взгляд, перекос. Да. Безусловно. Может быть вам специалисты попались не ваши. Может вам специалисты попались не самые компетентные и так далее. Это правда. Но нельзя игнорировать тот факт, что взывая к ответственности других, вы как-то вот игнорируете свою собственную личную ответственность. Ведь если вы приходите на, если вы начинаете работу со специалистом и просто желание познакомиться, то это не та мотивация, которая приведет вас к позитивным изменениям. Если вам хуже, а вы продолжаете с человеком как бы работать, игнорируя это, то это тоже не то, что приведет вас к хорошему результату. Поэтому, на мой взгляд, вы, пытаясь обвинить других людей, идете в тупиковую ситуацию, потому что признание их ответственности, признание их вины вам ничего не даст. Ну, за исключением какого-то осознания справедливости. Но это не научит вас быть более ответственными. Это не научит вас не становиться пациентами психиатра только потому, что вам хочется с ним просто познакомиться. Если вам хочется с кем-то просто познакомиться, то вы можете с ним просто познакомиться. И для этого не нужно становиться пациентом. И для этого, вероятно, не нужно вступать в товарно-денежные отношения, которые идут параллельно с отношением клиента и психотерапевта. Понимаете? Вот и все. Обращаться нужно к вашей личной ответственности. И, как бы, учиться нужно нести ее в первую очередь. А обвинить кого-либо, ну, на мой взгляд, очень просто, очень просто сказать, ну вот, ты виноват и все такое. И все, и вы, вроде как, в этой ситуации жертва, понимаете? Жертва, она беспомощна. Она ничего не может, она ни на что не способна, это, кстати. Еще один краеугольный камень, скажем так, в контексте суицидальной тенденции. Так что, в целом, в целом, я вижу такую историю. Как вижу историю, и такую, что вы обобщаете. Говорят, что в профессии занимаются садили. Ну, не все же так делают. А вы почему-то обобщаете. Вот. Так что, не совсем понятно, про что и о чем вы хотели спросить. Про правила. Ну, в данном случае, правила, позволяющие бросить клиента, не работают. Потому что, как я уже сказал, психотерапевты не берут клиента, не берут за них ответственно. Психотерапевт идет рядом с клиентом и помогает ему разбираться в себе. При этом каждый ответственен за себя. Когда вы пишите, обязательно бросить клиента, предполагается что ответственность за клиента находится у психолога. Это не так. Психотерапевт ответственен в том, чтобы предоставлять качественную услугу, качественную обратную связь. Да. Но ответственность, повторюсь, находится всегда у клиента. Когда психотерапевт начинает брать ответственность на себя за клиента, как вы пишите его, не бросать его, то ничего хорошего из этого никогда не получается. Потому что отношения начинают напоминать созависимые. Которые достаточно подробно описываются в треугольнике Кармана. А это вы можете сами изучить, там, жертвы, спасатели, ветераны. Вот такая вот история. На этом все. Буду благодарен вам. Если вы, скажем так, поделитесь со мной тем, как он откликнул с этим. Вот. И тем хотите ли вы что-то изменить в себе. Те вопросы, которые я вам задал, они, как и все вопросы, больше для вас, а не для меня. Это вам надо подумать скорее. Поэтому очень важен отклик. Откликнулась, не откликнулась, как откликнулась. Из этого вы можете сформировать свою стратегию поведения. И исходя из этого возможность подобрать в себе более подходящих людей рядом. К примеру, если вы считаете, что специалисты не должны вас бросать, и вы в этом уверены, то в таком случае вам стоит обращаться не к психологам и психотерапевтам, а, например, к людям, помогающим в профессии другим. Вот. Такая история. Всего вам самого доброго.